Краевед Илья Куклинский выбрал сововеденный перерыв, чтобы запечатлеть последние дни двух столетних зданий. Корпуса первой городской больницы. С субботы их равняют с землей тяжелая техника. Эти кадры облетели интернет и вызвали волну сетевого возмущения. Здания не попали в реестр памятников. Эти здания не мешают хозяину этой территории, нужно как-то их освободить. Поэтому проведено было ряд экспертиз, проведено было, установлено, что там грибок, там еще что-то там, в общем, то есть корпусы в плохом состоянии, плюс они якобы диссонируются с остальным комплексом, поэтому смысла их сохранять нет, проще их просто уничтожить. Больничный комплекс складывался с середины позапрошлого века. Сначала в него входил только вот этот дом Мясникова. Изначально больница размещалась только в нем. Затем в конце 19 века губернский архитектор Фольбаум построил весь больничный комплекс. Угловой дом, церковь, хозяйственные постройки. Вот так весь комплекс выглядел в 1904 году. Снято примерно с места городских часов. Вот здесь выделены корпуса, что пошли под снос. Перед ними ряд из трех одинаковых деревянных зданий. Это так называемые заразные бараки. До наших дней сохранился лишь один, и его тоже разбирают. В Центре по сохранению культурного наследия к известию о сносе отнеслись спокойно. Два здания, которые на сегодняшний момент сносятся, не являются объектами культурного наследия. И никогда объектами культурного наследия, включенными в реестр, не являлись. Они были включены в список выявленных объектов культурного наследия. То есть сейчас ничто не мешает их снести собственно? Ничего, ничего. Больница работала в этих корпусах более ста лет. В 2013 году в одной из палат произошел несчастный случай. Обвалилась часть стены. Кирпичи, которыми когда-то заложили проем. Под завалом погибла пожилая пациентка. После чего больницу закрыли. В 2016 году мэрия продала часть комплекса бизнесмену Данилу Гуриеву с прицелом на реставрацию. А в 2018 и оставшуюся часть. Как раз ту, где сейчас идет снос. В прошлом году бизнесмен вырубил большую часть деревьев на участке. В разное время у бизнеса на эту землю были разные планы. Например, тут хотели построить гостиницы «Ибис» и «Новотель», но не построили. Теперь в сети можно найти вот такой ролик. С восьмиэтажным домом вдоль Карла Маркса. Случайно или нет, но компания нового собственника возводит элитный жилой комплекс на улице Караульной. В мэрии рассказали, что собственник земли обратился к чиновникам только с уведомлением о сносе старых построек. За разрешением на строительство новых не обращался. Поэтому мультик с восьмиэтажкой, что гуляет в сети, не комментирует. Я освобожден от обязанности комментировать средства массовой информации, интернет-ресурсы, журналы «Мурзилка». Поэтому буду комментировать то, что официально поступит в администрацию города Красноярска. Когда поступит заявление, будут понятны конкретные параметры, с чем собственник заявится. После этого я готов с радостью и с удовольствием прокомментировать. Пока ситуация напоминает недавние события в так называемой «Казачьей слободе» на углу Перенсона и Марковского. Там также снесли старинные усадьбы. Собственник не скрывал, что хотел бы построить на их месте жилой дом, но пока площадка стоит пустой. Что появится на месте больничных корпусов неизвестно. Связаться с собственником этого участка так и не удалось. Оставшиеся здания комплекса, что фасадами выходят на Мира и Вейнбаума, находятся под охраной. И сносить их просто нельзя. Дмитрий Пеменов, Эдуард Баглаев, НПО Новости.